Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я» И с вами я, актер Владимир Ямненко Ну что ж, дорогие друзья, не будем многословны, вы все прекрасно знаете, что надо делать То есть подписать своих близких, знакомых, родственников, соседей на наш канал Ну, чтобы и у них поднялось настроение Ну а мы начинаем Говорит, Фима, здравствуйте Скажите, Фима, а вы любите групповой секс? Он говорит, не знаю, не пробовал Так бегите бегом домой, может успеете Большинство пользователей интернета мне напоминают бомжей, которые роются в помойке, ну, чтобы найти что-нибудь стоящее Мария Ивановна обращается ко всему классу и конкретно к Вовочке Говорит, Вовочка, я что-то не поняла Что-то ты понаписывал за изложение такое Мазепа убил Андрея Бульбу Затем объединился с Богданом Хмельницким Пошел на Швецию, разгромил Швецию А потом пошел на Голландию Что ты пишешь такое? Что за бред? Говорит, я не знаю, Мария Ивановна Я в Викопедии это прочитал Друзья, хочу поделиться Вот у меня жена очень, очень мудрая женщина Даже если мы с ней поругались и очень сильно поругались Я всегда прихожу домой с работы И меня ждет свежий борщик, пельмени, компот Правда, в одной посуде У терапевта пациент, врач смотрит на него и говорит Я прошу прощения, я посмотрел ваши данные все А скажите, стул у вас хороший? Ху, стулья у меня венские Ну, все как на подбор Говорит, да Вы сейчас из поликлиники не уходите Я вам талончик еще к одному врачу выпишу Папа красит потолок Вовочка стоит, смотрит Наблюдает за происходящим Тут заходит мама Поднимает голову, посмотрела Потом обращается к Вовочке и говорит Вот, Вовочка, вырастешь, будешь папе помогать Вовочка говорит Не понял Мам, ты думаешь, он до того времени не докрасит? Друзья, а вы вот заметили Вы заметили, что когда к вам обращаются и говорят Вовчик, скажи только честно Тут понимаю, что придется много врать Два друга общаются Один говорит Ты представляешь, Колян Просыпаюсь сегодня в 10 утра И тут мне жена подает кофе со сливками прямо в постель Говорит, что ты врешь? Я тебя сегодня в 8 утра в магазине видел Ну да, но кто-то же должен был сливки купить В кабинет пожилому докторов заходит шикарная дама И без разговора поднимает юбку Начинает снимать трусики и поворачивается к нему задом Он на нее смотрит Говорит, боже мой Какая задница Она говорит Доктор, я не поняла Чему вы удивляетесь? Вы же проктолог Говорит, нет, дорогая Я окулист А проктолог напротив Ну, очень благодарю, что зашли Знаете, когда-то обещали Что в 2000 году Будет построен коммунизм И не будет денег Ну, с деньгами не обманули А где ж коммунизм, бля? Дорогие друзья Многие на сегодняшний день кричат Что нужно новое Нужно все новое И забывают, что новое Это хорошо забытое старое Смотрим Вот я не знаю У меня жена недовольна Я каждое утро Каждое утро Приношу ей в постель кофе Ей остается только помолоть и заварить Все В поезде едут две женщины Ну, и дорога длинная Они общаются между собой Одна говорит Ох, и жизнь настала Ужас, какая тяжелая жизнь Я не знаю, что делать Просто не знаю, что делать Работы нету, денег нету Как выживать? Просто не представляю Ты что? Вот ты смешная Заведи себе любовника 500 баксов в месяц Бери с него И все И нормально себя чувствуешь Да Ну, я не знаю Где такого найти С 500 долларов в месяц? Ну, заведи двух По 250 Ну, по 250 Вроде как и куда не шло Ну, тоже тяжело, я тебе скажу Найти таких Ну, я тебя прошу Заведи четырех По 125 Ну, это уже как бы Ближе к делу Ну, я просто Не знаю Четырех Ну, может быть Хотя Тоже Сегодня найти таких людей Ну, заведи Я не знаю себе Ну, восемь заведи Любовникова Будет тебе там По 62-50 Это тоже нормально Ой, я не знаю даже С верхней полки Мужик наклоняется Говорит Когда до пятерочки Дойдете Разбудите Ладно Алло, полиция Здравствуйте Угол на Шатырной Да Угол на Шатырной Псковской Да Две девчонки дерутся Срочно приезжайте Чего дерутся Так и за меня Как, ну и что Страженькая Побеждает Женщина За 50 Стоит в троллейбусе Держится за поручень И вдруг Троллейбус Резко останавливается Она не удерживается На ногах Падает И садится Прямо на руки Молодому человеку Говорит Я прошу прощения Извините Не удержалась Говорит Держись Ты Пизда Старая Рядом стоящий Такой Взрослый Дядя Говорит Ты пизденыш Ебало свое Прикрой Понял Иначе я нахуй Выкину Будешь Жопой Блять Сейчас По рельсам Скользить Понял И на следующий Останок Я чтоб вышел Нахуй Чтоб Глаза тебя не видели Затем Затем поворачивался К женщине Говорит Мама Ну сколько вам Говорить Никогда Не извиняйтесь Перед Быдлом В лифт Заходит Такой Интеллигентный Человек Смотрит А перед ним Стоит Такой Верзила Он на него Глянул Отвел глаза Потом опять Глянул Верзила Говорит Два метра Десять Сантиметров Вес Сто пятьдесят Килограмм Нога Сорок шестой Размер Голова Шестьдесят Два Аразин Вася Интеллигент Чуть не заплакал Говорит Что? Говорит Просто ты на меня Так смотришь Обычно Все задают Вопрос Какого я Роста Какого веса Я тебе Сразу Ответил Рост У меня Два Десять Вес У меня Сто пятьдесят Размер Головы Шестьдесят Второй Размер Обуви Сорок Шестой Разин Василий Меня зовут Фух Слава Богу Мне послышалось Раздевайся Ну что ж Дорогие друзья Я надеюсь Мне удалось Добавить вам Дофаминчика А вы В благодарность Нажмите на колокольчик Чтобы мы встретились С вами завтра Да и Конечно же Ставьте там лайки И пишите комментарии Конкурс На лучший комментарий У нас продолжается Ну а на сегодня Все Пока Субтитры сделал DimaTorzok